Тайна исчезновения книги Арбели раскрыта. Статья под таким названием стала ответом к недавнему материалу Антона Евстратова «Колокольни и минореты Карабаха». На страницах того же российского издания «Независимая газета» завсектором администрации президента Азербайджана Фуата Хундов привел исторические факты и тем самым опроверг утверждение российского политолога о том, что находящийся в Нагорном Карабахе албанский монастырь Гонзасар якобы являлся политическим и религиозным центром средневековой Армении. Первоисточники, как известно, это основа основ в исторической науке, на которых она, собственно говоря, и стоит, как на прочном фундаменте, пишет в материале Фуата Хундов и тут же приводит цитаты преимущественно армянских историков с мировым именем, полностью опровергающих постулаты официальной армянской историографии. Евстратов в своей «Независимой газете» написал, что Гонзасарский монастырь и вообще эта церковь играла большую роль в средневековой истории Армении. Такую короткую фразу я хочу просто прокомментировать. Первый вопрос. А как насчет Эчмиадина? У вас, как говорится, чуть ли не Иисус Христос вступил ногой на землю Эчмиадина, и у вас есть Эчмиадинская церковь. А каким образом Гонзасарский монастырь мог играть большую роль в истории? С научной точки зрения, только в Средневековье, в начале XV века, как раз-таки армянская церковь из Византии просила азербайджанского Чахан-Шаха, не случайно просила, Чахан-Шах тогда находился в конфликте с турками-усманами, а турки-усманами, как знаете, несколько десятилетий штурмовали Византию. Они просили его, как бы на зло врагу, как говорится, и он предоставил им вместе Ючки-Леся. Есть даже документ у армянского ученого Папазяна о покупке Эчмиадином в селении Ючки-Леся. Почему Ючки-Леся? Потому что там были развалины уже албанских церквей. И Гонзасар действительно играл большую роль в Средневековье, по той простой причине, что это был вообще центр албанской церкви. В своей статье Фуата Хундов обращается к знаменитому армянскому советскому ученому, ставшему позже первым президентом Академии наук армянской СССР Иосифу Арбели. В начале прошлого века он издал книгу о древних надписях с храмов Нагорного Карабаха, в том числе Гонзасарского монастыря. Говоря об этом религиозном учреждении, автор издания описал его как центр албанской, а не армянской церкви. Позже весь тираж книги был уничтожен. Почти сто лет ее считали утерянной, однако завсектором администрации президента Азербайджана Фуата Хундов нашел книгу в архивах Петербурга и обнародовал ее. Все это, как отмечает Хундов, доказывает, российский политолог Антон Евстратов фактически занялся пропагандой ложных фактов, надуманных официальным Ереваном, тогда как даже мировые ученые армянского происхождения отрекаются от этой лжи. Среди первоисточников завсектором администрации президента Азербайджана приводят указы средневековых правителей республики, популярный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, а также обнаруженные им в российских архивах указы российских императоров Петра I, Петра II и Павла I. Михребан Касумова, Наиб Гаджиев, CBC.